Добрый день, друзья! Сегодня мы будем делать почти такую колодку для моих новых, более мощных плеч точнее не моих, а арбалета Итак, погнали! Для начала прочерчиваем две перпендикулярные линии Наклон плеч сделаем такой же, как у прежней колодки Измеряем расстояние между плечами и откладываем половину на нашем чертеже Далее измеряем утолщенную часть плеча и откладываем на чертеже Это будет длина кармана плеча Измеряем ширину направляющей и также откладываем половину на чертеже Соединяем линии диагональю и откладываем линейку в сторону Вырисовываем выступы под будущие стоперы Они нужны для жесткой остановки петилы И примерно вырисовываем контур будущих деталей колодки Вырисовываем карманы для плеч и слегка скругляем контуры Далее вырезаем все ножницами Затем складываем рисунок пополам и симметрично прочерчим вторую половину Для прочности приклеиваем нашу деталь вторым слоем Выставляем расстояние между плечами 10 мм и рисуем контур кармана для плеч Вырезаем все ножницами И эта деталь также будет являться частью кармана плеча Приклеиваем все к бумажной основе Далее прикалываем получившуюся деталь булавками пенопласта Пенопласт толщиной сантиметра 2 Далее все вырезаем лобзиком по пенопласту Как сделать такой лобзик есть отдельное видео Посмотрите, не пожалеете При убыстренной перемотке кажется, как будто работает станок с ЧПУ Далее при помощи расплавленного парафина соединяем наши детали Парафин сгорает еще быстрее, чем пенопласт и не мешает нашей заливке Две опорные детали карманов делаем одинаковой толщины При необходимости подтачиваем наждачкой И снова измеряем все это дело Вырезаем деталь, которая не будет давать плечам смещаться вперед или в стороны и соединяем детали при помощи парафина Плечи помещаем на место и приклеиваем между ними разделитель Теперь карман для плеч имеет правильный размер Делаем вырез под оперением Как можно больше обрабатываем пенопластовую модель чтобы потом не пришлось работать напильником Ведь как гласит народная мудрость Лучший день потерять Запомни, лучший день потерять Потом за пять минут долететь Далее приклеиваем карманы к колодке Ну, вроде что-то получается Данная деталь усиливает опорную часть и является ограничителем поворота плеч Вот такая в целом получается колодка Теперь необходимо приклеить плитник и выпоры для выхода воздуха Берем затирку для плиточных швов и тщательно намазываем ею нашу модель Космонавты летают в космос Стоматологи лечат Водители бомбят А я Простой стрелива Из остатков затирки Решил сделать воронку для заливки металла При помощи двух пластиковых бутылок Тигель у меня сделан из старого порошкового огнетушителя на 3 литра А это оставшийся шлак с прошлого года Печка сложена из силикатного кирпича без раствора Внизу сделано отверстие для поддува Поддув осуществляется при помощи пылесоса И вот уже внутри разгорается наш чекдомынский уголек Уголек 19 Температура 1650 Остальной химанализ в норме С Богом, бракоделы! Род веселой скриви в усмешке Расправив нехилую стать Омер сказал без спешки Мать вашу, вашу мать! Все сразу пришло в движение Дробные стрелки Есть ампераж Рук термопар круженье Столивары поймали кураж Килограммов последних добавки Улетки подручный уж стал Что ж, господа, делайте ставки Вот и пошел металл Огнем и яростью дышит Этот кронешный ад Но каждый каждого слышит И от причастности рад Рад от сознания дела От которого вроде устал Но душа вновь душа запела Это сваренный льется металл Волный ковш под завязку Послужен команде Верай Будет вечно с металлом в связке Мендельсона им отыграй В принципе, хватило бы и одного подхода Но решил долить весь металл Чтобы уж наверняка Пусть лучше перельется через край Чем будут непроливы Вот смотрите, во что превращается Материал формы Это для тех, кто говорит Что форму надо бы Предварительно прокалить Это, конечно, было бы хорошо Но не с этим материалом Разве что использовать Какую-нибудь керамическую глину Но таковой у меня пока что не имеется Расковыриваем нашу форму В целом получилось, по-моему, неплохо Ставка сыграла Плавка разлита полностью Без потерь Ковшевой химанализ в норме Хорошего вам выходного, бракоделы Ну, что получилось в итоге В целом отливка я доволен Основная опорная часть Пролилась полностью Карманы для плеч, конечно, не совсем удались Карманы для плеч не совсем удались Но ничего страшного Придется спилить все по диагонали Чтобы получилось под одно Что касаемо плеч Они не совсем входят на свое место Потому как металл дал усадку Где-то на полмиллиметра Но это даже лучше, чем если бы они болтались Здесь проточу бормашинкой И все будет по размеру Чтобы не было люфтов В данном случае сработал закон подлости Там, где не нужно Видно каждое зернышко пенопласта А где надо было, чтобы пролилось Вот такая вот получилась Вот на этом пока с колодкой все В дальнейшем, значит Буду подгонять ее под направляющую Возможно придется изготовить новую направляющую Так как крепления здесь могут не подойти Уже существующие вырезы Что касаемо блоков Блоки буду изготавливать новые Круглой формы И сделаю их по типу блочного лука Мэтьюс Нокэм Уже нашел подходящие подшипники Останется только их заказать И дождаться, пока они придут из Китая Так что подписывайтесь на канал Будет интересно А на сегодня это пока все С вами был канал Кухонное КБ Не забывайте поставить лайк До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok